С удовольствием представлю нашего следующего гостя, который уже, можно сказать, стал нашим старым добрым другом. Это политолог Олег Саакян. Олег, я вас приветствую. Здравствуйте, Олег. Приветствую. Отлично, мы вас видим, слышим, и поэтому давайте будем разгоняться вот с чего. Уходящий президент Филиппин Дутерте, который до этого называл Путина своим кумиром, другом, судил войну против Украины и резко раскритиковал президента Российской Федерации. Цитирую. Многие говорят, что мы с Путиным убийцы. Я действительно убиваю, но я убиваю преступников, а не детей и пожилых. Мы в разных мирах. Итак, Олег, если кремлевского палача осуждает другой палач, это ведь о чем-то говорит? Безусловно говорит. О том, что Путин на сегодня уже стал таким образом не просто зла. Вот есть зло, такое киндесенция зла, перед которым крепещут, которое ужасно, невыносимо ужасно. А есть зло, которое не вызывает трепета. Которое вызывает брезгливость, отвращение. Не из-за своей грандиозности, а наоборот, из-за своей ницести. Вот это вот и разница между этими двумя палачами, как он выразился. Один это гром, гроза, а другой это просто пляшивый маньяк, который сейчас прежде всего убивает свое государство, убивает свое общество и калечит украинское государство, безусловно, и убивает и украинских граждан. И поэтому от него отворачиваются даже те, кто, казалось бы, являются тоже авторитарными лидерами. Те, кто тоже являются деспотами. Я думаю, что на самом деле это один из самых лучших показателей того, что Путин проиграл. И даже, понимаете, в этом образе преступника он не состоялся. Он оказался абсолютно мелким и ницем, даже для того, чтобы получить признание вот на этой темной стороне месяца. Учитывая, что продолжая тему, я хотела бы процитировать заявление, которое было сказано бывшим главой британской разведки МИ-6, это Ричард Дирлов, который заявил, что окружение готово сместить Путина и отправить его в санаторий. Ну и там называется кандидатура, которая может занять место Путина. На сегодняшний день вы видите какую-то тенденцию, которая бы говорила о том, что действительно окружение российского президента делает какие-то шаги, либо уже консолидированным относительно того, чтобы его сместить. Ну, поскольку вы уже сказали, что Путин уже проигрывает эту войну. Или, по сути, уже проиграл. Я честно вам скажу, я далек от мысли, что путинское окружение способно сместить Путина. Они будут теми, кто переметнется уже, когда маятник, скажем, пойдет в обратную сторону и зафиксируется даже там. Конечно, они не будут с ним до гробовой доски, лишь отдельные люди, может быть, там останутся верными ему до самого конца. Но, тем не менее, я не думаю, что там есть кто-то, кто способен на поступок. Ну, как минимум, не скачет, которые готовы коллективно это сделать. Может, кто-то один и найдется. В России нет политбюро сейчас. То есть нет тех людей, которые принимают решения. И сказать, что Путин это, например, первый среди равных, ну, как Си Цзиньпин в Китае, не скажешь. Нет придворных, как института. Нет тех, которые держат государство. А вот, как бы, если император какой-то полудурок, извините, стал, то найдется кто-то шарфиком. Либо с табакеркой придут. Нет людей государства. Путин окружил себя лишь государевыми людьми. А поскольку с него и государь такой себе, на самом деле, это просто смесь спецслужбизма, криминальности и всего этого вырожденного, умноженного на 90-е годы. Поэтому, как бы, и окружение, оно такое же, воровитое, оно несмелое, оно без какой-то миссии, ощущения себя людьми государства. Но, только вот фанатизм объединен. Да-да-да, вот ухвачусь за эту фразу, которую вы сказали, о том, что Путин, по сути, проиграл эту войну. Многие СМИ вчера, позавчера писали материалы о том, что, по сути, партия войны в России, она тоже недовольна теми действиями, которые совершает российский президент на сегодняшний день. Ну, вплоть до того, что он выполняет функции рядового сержанта на поле боя. Ну, только не присутствует на поле боя. Поэтому, вам не кажется, что, возможно, даже вот партия войны и может его подвинуть? Да, посмотрите, ну, нет, как таковой, знаете, партии войны, партии мира. Есть часть, которая выступает за войну, есть часть, которая выступает против войны, но они не являются партиями. Это не серьезные субъекты внутренние. Куда серьезнее субъекты региональные. Куда серьезнее просто субъект коллективный чиновничий аппарат, который может просто начать складываться, как карточный домик. А это все абсолютно номенклатурные люди, часть из них это кооператив «Озеро», часть от силовиков, часть от других, оставшиеся небольшие вкрапления стимных либералов, которые уже тоже субъектности особо не отыгрывают. Они просто сидят и пересиживают. Они понимают то, что все, свет потух в конце тоннеля. Непонятно вообще он есть ли или нет, уже даже не помнят, был ли он там. И соответственно они сейчас просто день простоять, ночь продержаться. А там, глядишь, может или Путин они встанет, либо какие-то процессы провернутся. Те, кто за войну выступают, они сейчас недовольны Путиным, потому что Путин не был инструментом, абсолютно этим не гнушаются. Соответственно, если сейчас заканчивается война, это не означает, что Россия газовую или продуктовую, либо другую войну заканчивает против мира. Нет, наоборот. Она усиливается, еще больше сконцентрируется на них. То есть это не производные от ситуации войны, а война является такой же производной от политики Кремля, как собственно и апеллирование к созданию дефицита углеводородов и других дефицитов и других агрессий. В том числе информационных, киберагрессий по миру и остальное, чем любит позабавиться путинский режим. И это третья проблема. Четвертая проблема. Мир упрямо пытается смотреть на Россию через европейскую призму. Вот рассказывает о том, что надо Путину сохранить лицо. Ну забывая, во-первых, о том, что Путин не факт, что вообще хочет завершать войну сейчас. Все показывает как раз обратное. Он не готов ее завершать. Более того, он считает, что он может ее в долгу выиграть. И украинская экономика менее устойчива, нежели российская. Запад менее сплочен, нежели Россия. Количество жертв, которые могут себе позволить Россия, оно еще достаточно большое. Соответственно, у него есть запас прочности, учитывая еще и доходы от экспорта нефти и газа. Он понимает, что у него еще есть время. И он готов еще потягаться. Поэтому, первое, он заканчивать войну не собирается. Второе, что ему необходимо сохранить лицо. А кто сказал, что у него вообще лицо и оно ему надо? Он не западный политик. Ему не надо быть рукоподаваемым в западной элите. Ему не надо перед своим обществом иметь лицо. Ему необходим оскал. Ему необходимо жесткое рыло, чтобы его боялись. Ему не надо, чтобы с ним дружили. Ему надо страх. И страх равняется для путинского режима уважения. С ним будут считаться. Поэтому лицо сохранять он точно не собирается. Это про репутацию, которой он абсолютно не дорожит. Третье, что оказывается, думает, что можно с ним договориться. Извините, Путин нарушает договоренности, еще не достигнув их. На моменте, когда они обговариваются, он уже планирует, как он эти договоренности нарушит. Про это нам говорит весь опыт его пребывания при власти. Как внутренней политике, так и внешней политике. Соответственно, эти идеи, они абсолютно несостоятельны. Но они стереотипно апеллируют к этому европейскому восприятию. Что Россия это некая европейская аномалия. Но она все же хочет действовать по-европейски. Воевать по-европейски. Дипломатию вести по-европейски. А не по-азиатски. Причем вырождено по-азиатски. Это очень опасный стереотип. И он провоцирует к тому, что дедушка Киссинджер и многие другие потом начинают рассказывать о том, что давайте как-то с Путиным договоримся. Да невозможно. Понимает только язык сил. Договоренности несостоятельны. Олег, вы вспоминали о возможном продвольственном кризисе и то, как Россия блокирует порты и не дает вывести зерно. По этому поводу я напомню нашим зрителям, что сегодня была новость, что Россия якобы готова предоставить коридор для экспорта зерна. И при этом они попросили Британию в ответ снять санкции. И, собственно говоря, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил агентству Reuters, что Великобритания отказалась снять с Российской Федерации санкции в обмен на коридор для экспорта зерна. Чиновник при этом поддержал идею дать возможность причерноморским странам сопровождать поставки зерна из Украины. Ну это так, в качестве горячей новости. А по поводу темы, с которой мы начали, да, это обговорение по заявлению Киссинджера, мне лично понравилось, как на заявление Киссинджера отреагировала украинская сторона. Это сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он сказал следующее. Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать и Польшу, или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы довозских паникеров. Немного заняты. Защищаем свободу и демократию. Сказал Подоляк. Мне кажется, заявление достаточно такое охлесткое и в меру сарказма, и оно достаточно точное. Но, к сожалению, вот эту позицию понимают не все европейские политики. И, например, на том же форуме в Довосе выступал агентсек НАТО Йенс Столтенберг. Он сделал ряд каких-то там заявлений. Но лично меня два пункта в его заявлениях, ну, скажем так, вызвали такой скепсис, да? Потому что первое звучало так, что главная цель НАТО защищать своих союзников. Поэтому Альянс не будет воевать с Россией. Его цель не допустить расширения войны за пределы Украины. Ну, объясню, почему именно меня вот это задело. Потому что, вот, опять же, сегодня я уже про него вспоминал. Мы общались позавчера с историком Фельдшинским, который говорит, что без ввода войск НАТО в Украину победы скорой не будет. Эта война растянется надолго, она будет позиционной и так далее. И он сказал, что рано или поздно НАТО все равно к этому придет. Ну, и лучше бы, чтобы НАТО пришло к этому пораньше. Потому что, по его мнению, он говорит, что НАТО не понимает, недопонимает всей опасности и всех планов России. Поэтому НАТО надо реагировать упреждающе. Это вот первое его заявление. А второе, ну, вот тут я прямо так улыбался, когда слышал это, саркастически улыбался. Потому что он сказал, что свобода важнее финансовой выгоды. Газ и нефть используются как оружие. Это важный урок, который следует помнить и в контексте торговли с Китаем. Особенно это касается сферы технологий. Ну, у меня улыбка вызвала не Китай и сфера технологий, а именно то, что вот свобода важнее финансовой выгоды, и нефть и газ используют как оружие. Об этом говорит генеральный секретарь самого сильного военного блока в мире, в который входят самые крупные экономики мира в том числе. И те именно экономики, которые сейчас так или иначе никак не могут отказаться от российских энергоресурсов и своим желанием и дальше покупать нефть, дальше покупать газ, дальше покупать углеводороды, они каждый день спонсируют армию России, которая вторглась в Украину. Но и при этом, опять же, заявляют, что газ и нефть используются как оружие, а свобода важнее финансовой выгоды. Это ли не лицемерие? Лицемерие? И оно всегда было, и есть, и будет, к сожалению. И оно выгодный товар как раз в прийсные моменты. Неплохо себя некоторые европейские политики чувствуют, которые сейчас как раз помогают России добиться того, чтобы эмбарго на нефтяную, например, не было введено. Они до этого как раз давечи буквально включали выгодный для себя контракт по поставкам нефти. Ну, это стандартная ситуация, не стоит удивляться. Мир, как у Булгакова, времена меняются, а люди остаются те же. Квартирный вопрос всегда портал у людей. И на международном уровне это такой же квартирный вопрос. Просто он имеет свое измерение, свой ресурс. Тут метры не квадратные, а метры кубические и углеводородов. Но, тем не менее, знаете, на замену или в противовес дедушке Киссинджеру есть дедушка Сорос, который тоже в Давосе сделал хорошие заявления, как раз ровно апеллируя к ценности свободы. Просто для ряда европейских режимов их небольшое количество. Но их есть. Свобода как ценность не является ключевой ценностью. Это авторитарные по своей сути режимы, которые просто окованы в традицию демократии, в инфрациональную инерцию и прочее. И, соответственно, они не могут развернуться. Они бы и рады были бы стать такими, вот как Путин, поменьше просто. Но они не способны, потому что целый ряд предохранителей срабатывает и внешних, и внутренних, для того, чтобы этого не произошло. Но вот они, конечно, эту роль полезных идиотов играют и будут продолжать это делать. Не стоит здесь удивляться. Другое дело, что нас-то не должно останавливать. И для нас должна быть задача для решения, скажем, и для дипломатии нашей, с тем, чтобы работать над тем, чтобы такие режимы как можно меньше могли палок в колеса поставить, и создавать игру поверх, в которой они будут вынуждены принимать цивилизованные правила игры. Нашей дипломатии в некоторой степени, в намного больше, нежели этого можно было ожидать, подобные действия удаются. Тем более, что у нас есть серьезные крупные союзники, тяжеловесы международной политики. Поэтому, опираясь на них и вместе с ними, удается создавать условия, в которых этим странам, по крайней мере, по ключевым вопросам, приходится принимать правила игры. А вот по нефти, я думаю, что это просто вопрос времени. Тут сходится слишком много интересов. Еще стоит помнить о том, что когда мы говорим об этой войне, она аж с разных дистанций воспринимается по-разному. И тот же продовольственный вопрос. Одно дело он для Европы, а другое дело он для арабского мира, для Африки, для Азии. Оттуда война, это не воспринимается как некий планетарный вызов, или как потенциальная третья мировая война. Для них это максимум европейская война. Где-то там посреди Европы европейцы чего-то не поделили, и что-то они вот там вот друг к другу мышцами меряются, и друг друга оккупируют, бодаются, а мы из-за этого страдаем. И когда мы говорим об институциях из серии ООН, других международных, они же репрезентуют всю планету, и страны, которые общество, не только на территории Европы, и там чуть другие интересы. Нам иногда необходимо на ситуацию тоже смотреть с разной дистанции и глазами разных игроков, в том числе влиятельных игроков, но с других концов света, для того, чтобы понимать, а как нам лучше работать в эти стороны, и как нам задавать ту повестку, которая будет релевантна аудитории. И тут украинской дипломатии очень важно выходить за рамки сугубо такого европоцентричного взгляда. Как Вы уже выразились, лицемерие, с которым Украина столкнулась в контексте войны, каким образом тогда может Украина выиграть эту войну? Ну, смотрите, вот я, например, не до конца согласен с Тейсом, что войска НАТО обязательно в какой-то момент будут введены, и НАТО поймет это, либо если бы они были введены сейчас, то война бы закончилась быстрее. Война действительно может быть закончилась быстрее, не факт, что менее кровава, но она может быть действительно быстрее закончилась. Но то, что будет введено точно, не уверен. Хорошее оснащение украинской армии, этого будет достаточно для того, чтобы создать достаточный перевес на линии фронта, чтобы Россия понесла поражение. Ключевой здесь момент, Россия должна понести военное поражение. А что такое военное поражение? На самом деле это даже не возвращение всех территорий, это не спален и Кремль. Как только Украина выходит на линию фронта, которая была до 24 февраля, это уже можно сказать, что военное поражение России. Тогда возникает вопрос, и чего добились? Столько солдат положили, столько вооружения положили. А правляться России от этого будет еще десятилетия минимум, на самом деле даже больше, и самым оптимистичным показателем. И вот это может стать действительно серьезным ударом для путинского режима как такового. Поскольку на самом деле он же играет не перед Западом сегодня комедию. Ему важно уважение с другой стороны. Ему важно, как это воспринимают на Востоке. Ему важна Индия, ему важен Китай, ему важны другие игроки, перед которыми ему надо быть и казаться сильным. А если Россия одерживает военное поражение здесь, вот даже на этих территориях, сейчас занимают определенные территории дополнительные. Ну, скажем, продвижение идет в Светлодарск, там сейчас за Лиман идут битвы. Давайте вспомним, 14-й год занимали даже Краматорск, Славянск тогда оккупировали. Тот же Мариуполь тогда тоже оккупировали. Потом благополучно были выбиты оттуда. Точно так же, как выбиты с Северокиевщины, с Сумщины, с Черниговщины были выбиты. Так же, как до Николаева так и не дошли. То есть, ничего нового, ничего, скажем, кардинального пока не меняется с точки зрения того, что Россия там доминирует или нет. Пока идет динамичная линия фронта. И как только она начнет сужаться в сторону освобождения территории на востоке, теперь уже, поскольку там сконцентрировались, это будет серьезным ударом для режима. И вот тогда может начать идти трещины. То, о чем мы говорили с вами в начале передачи. Но, по сути, вот эта военная помощь, которую Украина ожидает в виде ленд-лизинга и других поставок вооружения от европейских партнеров, ведь у России тоже немалый запас вооружения, к тому же и другие страны им помогают. Соответственно, это, получается, будет битва на военное истощение? Это уже война на истощение. Уже как где-то месяц она перешла в фазу затяжной войны, войны систем, войны стойкостей. Кто более стойким окажется и кто впервые истощится. И именно в таком режиме она и будет дальше продолжаться. Просто, скорее всего, мы будем видеть горячую фазу, еще продолжающуюся, и после чего она и перейдет в разрешение конфликта. Я не думаю, что этот конфликт перейдет в замороженную фазу, либо в низкую интенсивность боевых действий. Повторения 2014-2022 года, скорее всего, не будет. Здесь как раз все будет решаться на линии фронта тут и сейчас, поскольку время играет на руку Украине. И если ситуация будет затягиваться при интенсивности боевых действий такой, а Украина не позволит интенсивность боевых действий уйти, скажем, в ноль, наша армия не собирается, а не сдаваться, а не фиксироваться на сегодняшних рубежах. Соответственно, это для России будет сложным. Для нее это обратный секундомер. По поводу сотрудничества с другими странами, ну, пополнение ресурсов у России особо не получается. Военное сотрудничество с ограниченным количеством стран, и никто особо не рвется России помогать санкции обходить, либо подставлять вооружение туда. Беларусь только плечо может подставить, но там такое небольшое плечо абсолютно. Это не те запасы и не те возможности. И, соответственно, Россия будет истощаться. По тому же высокоточному оружию последняя информация от украинского разведывательства, это что 60-70% высокоточного оружия уже России зарасходовано. И, в принципе, это совпадает с теми оценками, которые дают и западные эксперты, и западные разведки. Поэтому тут все для России не так ярко и радушно, как казалось бы. И с точки зрения истощения, конечно, Путин верит в то, что российская экономика может подольше протянуть, то, что действительно они могут попытаться расчитать Запад, и им необходимо просто замедлить течение времени, скажем, и играть в долгу. Но это только если Украины не возрастает все это время военная мощь. А если у Украины военная мощь продолжает возрастать, то в таком случае для них этот сценарий не подходит. Им необходимо перейти к перемирью, зафиксироваться, вести миротворцев, там еще какую-нибудь историю, для того, чтобы они могли играть в долгу. А иначе это истощение России ничем хорошим не сулит. Олег, вы только что вспоминали о том, что, пожалуй, помимо Белоруссии, некому особо и подставить плечо России в плане военной техники или военной помощи. Я по этому поводу вспомнил, что вчера в Москве завершилась встреча Совета Министров Обороны стран-членов ОДКБ. И, собственно говоря, на ней министр обороны Российской Федерации Шойгу озвучил новую причину и цель войны в Украине. Но давайте вспомним, что эти цели и причины войны менялись неоднократно. Это был захват Киева, и освобождение Донбасса, и освобождение России, и демилитаризация, и деноцификация, и война против НАТО, отпор НАТО. Теперь Шойгу озвучил новую цель. Он сказал, что военная операция началась с целью обеспечить безъядерный статус Украины. В моем понимании, ну, это похоже на какой-то цирк, потому что все мы знаем, что Украина на сегодняшний день и так имеет безъядерный статус, и, насколько мне известно, она в этом плане ничего не собиралась изменять. Как вам новая цель военной операции в Украине? Ну, их есть в Кремле, их еще будут называть. Пропаганде надо как-то оправдываться, надо создавать новые сюжеты. Сюжет про ядерную войну, он уже расписан, скажем, и тут лишь был момент, скажем, должен был настать момент, когда кто-то из высокопоставленных чиновников скажет, вот это пресловутое, что у них там должна была быть ядерная оружие. Тем более... Опа-па. В самом начале, в самом начале, это есть уже был заявлен, и говорили о том, что вот якобы Украина там ядерную боеголовку где-то собирается, не знаю, мальфары и генетики из Волыни в Карпатах, где-то решили засесть и, наверное, создавать ядерную боеголовку, которую должны нести вот те самые пресловутые птицы-мигранты, которые летают между Россией и Украиной. И подобной бредней, конечно, было много различных. И они вот как бы закольцевали этот сюжет. Тогда был заявлен, сейчас вот он заявил про то, что это, оказывается, и было самой настоящей целью. Но все остальное, наверное, значит, было просто операцией прикрытия. Это они просто не хотели заявлять о том, что вот Украина такая там страшная и мощная, что она ядерное оружие собралось разрабатывать и применять. Там все-таки еще другая вещь. Заседание министра обороны стран СНГ произошло там, а вот ничего грандиозного и ничего конкретного по результатам нет. Потому что сотрудничество никакого военного в действительности между странами УДКБ нет. И они не готовы. Ни Армения, ни Казахстан, ни даже сама Беларусь на самом деле военно помогать России. Олег, мы благодарим вас за то, что вы были с нами. Огромное вам спасибо, всегда вам рады. И надеюсь, что в будущем вы тоже с удовольствием будете присоединяться к нашим эфирам. Да, спасибо вам. Олег Сиакен, политолог, был с нами на связи. Продолжение следует... Продолжение следует...